Всем привет! Хоть я и обещал с мая, что будет много летних уличных рецептов, можно сказать, обманул. Но, возвращаясь к пройденному этапу, хочу сказать, что конец лета, и все-таки мы должны что-нибудь сделать дополнительное к грилю, чтобы потом вы чуть позже смотрели и с наслаждением вспоминали хорошую погоду, хорошую природу и солнечные летние дни. Я буду сегодня готовить курицу, потому что это все-таки доступный и очень простой ингредиент, который любят практически все. Ну, 99,9%. Значит, у меня здесь куриные бедра, потому что это самое вкусное из курицы. Ну, может быть, голяшки, еще ничего, но бедра, это, короче, самое оптимальное. Здесь у меня обязательно грибочки, потому что сезон грибов. Лисички у меня свежие, шампиньоны тоже свежие, но потому что у шампиньонов сезон всегда. Если есть белые подосиновики, в общем, берите любые, потому что для соуса подойдут любые, которые у вас растут в огороде, на даче. В общем, сами понимаете. Запекать я все это буду на вот такой вот тачке Genesis 2. Офигительный, классный гриль, газовый Weber. Я на таком уже работал, но не показывал для вас, что он может по сравнению, например, с мангалом или еще с чем. Почитать поподробнее об этом гриле вы можете в ссылочке в описании под роликом. Начнем с соуса. Гриль у меня разогретый уже до почти 180 градусов. Я включил все газовые конфорки, их здесь 4 штуки. И мне, в общем, вот в такую емкость, очень удобную, я рекомендую вам покупать такие штуки, держать у себя для того, чтобы не париться с какой-то посудой, потом чтобы мыть ее и еще что-то. Вот это можно не мыть. Значит, я беру грибы. Во-первых, почему шампиньоны? Потому что все любят этот традиционный грибной вкус. Шампиньоны наши все. Во всех рестиках готовят шампиньоны, потому что вне сезонный гриб, то есть он всегда есть зимой и летом в любом городе. Обязательно шампиньоны. И лисички, которые я собрал вчера, я их немножко замочил для того, чтобы... Ну, там песочек какой-то, земля, еще что-то к ним прилипает, чтобы, в общем, все это падало на дно тарелки. Теперь все это руками вот так рву. У меня что-то, видите, лисички, конечно, такие, немножко переростки, но я вас уверяю, какая разница для соуса, какие грибы. Хотите и малышей, используйте малышей. Со замороженными грибами, лисичками, будьте аккуратны. Очень часто они бывают горькие, поэтому используйте белый гриб под осиновик, потом есть дикие шампиньоны, да, ну, все, что для жарки. Здесь я об этом говорю. Под березовики, что у нас там, абабки, как бы их там ни называли, всякие маслята подойдут. В общем, все, что растет в лесу, кроме тех, которые на засолку. Все рвем, ну, рву только для того, чтобы они у нас быстрее готовились. Майонез, сыр и погнали, все. Как любят наши друзья. Так, соль. Обязательно смесь перцев. Опа, неравномерно. Ну, и что страшно, потом же я все равно это все перемешаю. Потом у меня есть острая приправка. Вот такая ее, конечно, чаще используют для мяса. Но вы знаете, когда делаете грибы, можно использовать любые приправы. Грибам вообще все равно, что в них насыпешь. Главное, чтобы это было остро и вкусно. Обязательно масло. Смотрите, пока что я добавляю растительное. Но потом можно будет чуть-чуть добавить сливочного. Ну, решим, в общем. Походу я буду объяснять. А вот объясни мне. Переверни, во-первых. Оливковое. Оливковое, да. От всего растительного. Да, ну растительное. Это же все растительное. Мои первые полгода нашего канала людей учили, что надо сначала маслом лить, а потом специи кипать. А теперь ты делаешь кардинально наоборот. И народ это периодически спрашивает. Надо пояснить. Давай. Обязательно зубчик чеснока. Ого, зубчик. У меня тут как целая головка. Значит, сейчас обязательно кто-нибудь найдется, кто спросит. Я учу во всех своих роликах тому, что нужно вначале полить маслом, а потом только сыпать специи. Вот смотрите. Так нужно делать для того, чтобы специи прилипли к основному продукту. Ну, например, мы когда маринуем ребра, мясо, или куриные окорочка, или еще что-либо, нам нужно, чтобы специи прилипли на все ингредиенты. Вот здесь, когда у нас грибы, на каждый гриб все равно не удастся там все это маслом смазать, потом на каждую специю посыпать. Тем более, что я это все буду рубить. И в таких ситуациях все равно, как вы делаете. Вперед масло, после масла, вместо масла. Ну, в общем, делайте как угодно. Главное, чтобы было вкусно. А гриль, сами понимаете, всегда сделает так, что, как бы мы не смешали, будет великолепно. Так, обязательно нужно чуток лимона. Ну, вот, грибы любят это дело. И, конечно же, я отправляю горячий гриль вот сюда. Оп, прячем. Пока у нас грибы готовятся, а это займет какое-то время, я, значит, имею здесь сливочное масло. Да, все, что связано с грилем, конечно же, требует внедрения сливочного масла, а точнее, чесночного масла. Поэтому пол огромного зубчика чеснока, крупнорубленный чеснок вот сюда в масло, обязательно чуток перца, обязательно сюда попки от чили перца. Прямо вот с этими зеленушками бросайте их. Все равно вы их выкидываете. Обязательно травки-муравки, значит, корешочки от кинзы. Ну, смотрите, главное хорошенько промыть, чтобы не было никакого песка. И прям сильно там можно их и не мурыжить. Вот так вот помяли их. Оп, и сюда бросаем. Все это откладываем в пакетик. Это мы потом добавим в маринад. О, а где у меня петрушка? Так, это ставлю, конечно же, вот сюда. Пусть все тает, масло насыщается ароматами, температура там не такая высокая, как, например, если бы мы это делали в сковороде. Но при всем этом, это духовка, которая сейчас нам сделает щадящим способом, превратит нашу еду в искушение и удовольствие. Для того, чтобы нам пожарить вкусные куриные бедра, нам их нужно обязательно очистить от косточки. Значит, тут вот есть еще одна какая-то косточка. Ее тоже надо убрать. Мне нужно филе бедра. Как я уже говорил, филе бедра – это самая вкусная часть курицы, поэтому запекать на гриле нужно именно ее. Не, запекать можно все, что угодно, но я люблю больше всего эту часть. Филе бедра. Я не обрезаю шкурку вот эту, потому что она даст жир, жир будет капать на тены, будет появляться дымок, и это все вместе превратится в правильный вкус и правильный аромат для курицы. Можно немножко надрезать, чуть-чуть развернуть толстые куски мяса. Можно немного отбить ножом, тыльной стороной. О, все по плану. Значит, масло с травками, муравками и чесноком у нас готово. Оно даже кипнуло немножко, но и ничего плохого в этом нет. Значит, что происходит с грибами? Грибы дали сок. Им нужно дать немножко провариться. Ну, для того, чтобы они напитались вкусом, потом обязательно здесь у нас... Вот так, чуть-чуть поливаю и закрываю. Да, вот это все начинает шкварчать. Начинает шкварчать и давать вот... Ну, вы поняли, там дымок, это все очень-очень-очень вкусно. Я обещал бразильский маринад для курицы. Вот смотрите. Значит, филе у меня готово. Я насыпаю... Ну, сколько тут? Чайная ложка, наверное, вот 4 филюхи у меня. Чайная ложка орегано. Сушеный орегано обязательно. Но соль по вкусу. Тут кому как сколько захочется. Петрушку, которую я добавлю в маринад, обязательно нужно порезать. Помельче для того, чтобы у нее выделился сок, аромат, вкус. Делаю это все на грязной доске, как вы уже поняли, потому что все это идет у меня для курицы, которая потом будет термообрабатываться. То есть, если вы это делаете потом для еды и без термообработки, конечно, доску нужно помыть. Но мне не очень удобно мыть тут в поле, в огороде. Поэтому я все делаю по-дачному, по-уличному. Потом стручок чили-перца. Ну, смотрите, если он не очень острый, значит, добавляйте побольше. Если он достаточно острый, я вот, например, добавлю два. Потому что он такой у меня. Ну, не особо острый. Поэтому крупными кусками вместе с семечками я отправляю его к маринаду. Дальше обязательно чеснок. Как вы уже поняли, вот такие огромные зубцы. Просто мелко, крупно, как хотите. Тут важно, чтобы мы получили аромат. Ну, в общем-то, видите, в бразильской кухне люди тоже шарят, что курица без чеснока – это не так вкусно. Обязательно оливковое масло. Вообще, по идее, конечно, нужно было бы обычное подсолнечное использовать. Но, говорят, в Бразилии любят оливковое масло. Обязательно белый перец. Я его купил на рынке, уже помолотый. Вот, смотрите, большую щепоточку. А лучше всего две. Прям не стесняйтесь. Белого перца. Но учтите, что он дает легкую остроту. Поэтому много его тоже нельзя. Это есть, это есть. Не хватает халапеньо. Если у вас нет конкретно халапеньо перца, он маринованный в уксусе, значит, вы можете взять любой другой уксусный перец и добавить к курице. Смотрите, халапеньо у меня мягкий, поэтому я там особо его не мельчу. Да и вообще все ингредиенты особо мельчить не нужно, потому что потом, ну, чтобы они отвалились от курицы. Даже и немножко можно добавить маринад. Вот, смотрите, вот этот уксусный маринад от перца тоже очень хорошо получается у нас для бразильского маринада. Маринад из перца для бразильского маринада. Звучит как тавтология. Но, тем не менее, теперь все это нужно перемешать. Орегано дает нам такой очень необычный вкус. Вы знаете, в Южной Америке очень часто используется в различных маринадах или соусах орегано. Орегано, майоран. Главное, что у нас, конечно, нечасто можно увидеть или встретить свежий майоран или орегано. Но, если, знаете, видите, то обязательно покупайте, потому что это очень ароматная, вкусная трава. Итак, все готово. Оставляем мариноваться 5 минут. Класс. Грибы почти готовы. Замаринованную курицу нужно выложить на гриль. Вместе со всеми специями и приправами пусть жарится. Все, что не нужно, отвалится. Смотрите, какие аппетитные кусочки курицы в травах. А грибочки я забираю. Так, температура у нас 150 градусов показывает внутри. При всем этом решетка раскаленная, поэтому у нас курица жарится, получается, на чугуне. А сверху крышка закрывает, и все ароматы, которые там есть, и все тепло сохраняется. Она готовится не только снизу, но и сверху. В этом отличие от мангала. Грибы я делаю вот что с ними. У меня здесь есть бульон от грибов. Его выкидывать ни в коем случае нельзя. Но при всем этом я должен измельчить грибы. Я недавно себе приобрел вот такую вот сечку с корытом, вернее, корыто с сечкой. И грибы, которые у нас были с дымком и грильным ароматом, отправляются сюда. Я наклонил для того, чтобы бульон у нас остался в чашке, потому что мы в этой чашке будем их доготавливать. Буквально-таки немного, недолго. Вы прекрасно понимаете, что когда идет бесконечный процесс создания гриль-меню, то, конечно же, все из одного в другой перетекает. Мы обязательно должны использовать все ресурсы гриля. Почему я это делаю беспрерывно? Вначале масло, грибы, сейчас курица, потом снова грибы. Для того, чтобы гриль не простаивал. Вот смотрите, получается, что я добавляю сюда... Я сюда добавляю еще перца. И немного кинзы. И немножко зелени. Можно кинзу, можно укроп. Я любитель кинзы, поэтому я кинзу добавляю. Сечку корыто вы наверняка видели у бабушек. Это такой древний, древнерусский способ делать крошево для серых щей. Ну и вообще, можно здесь делать любые начинки. Будь то начинка для каких-нибудь пирожков, шанишек, еще чего-нибудь. То есть, это такой древнерусский аппарат для измельчения всевозможных ингредиентов для начинок. Не только для пирогов, но и супов, запеканок, каши, всего чего угодно. Штука эта требует к себе творческого подхода. Ну и, в общем, чуть не потеряли весь бульон. Грибы нужно измельчить довольно мелко. То есть, штука весьма занятная. В деревне, на природе вообще самая подходящая для измельчения. Яйца здесь можно измельчить с луком, например, для пирожков. Еще что-нибудь. Ну, в общем, придумайте, что можно измельчить. И напишите в комментариях, кто вообще пользуется таким гаджетом. Как только я это все превратил в кашицу, я добавляю, вернее, возвращаю грибочки в нашу емкость для запекания. Добавляю сюда прям каплю дижонской горчицы. Ну, вот такой густой. Оп, немножко. На кончике столовой ложки. Все это перемешиваю. О, аромат великолепный. Но вот все-таки гриль, природа, лесные грибы, чеснок и немножко еще добавлю горчицы. Превращают, конечно, каждое блюдо в произведение искусства. В произведение искусства. Жду не дождусь, когда это все будет готово для того, чтобы попробовать. Ставлю все это в гриль. Что у меня тут с курицей? У меня курица почти готова. Потому что она готовится не только с одной стороны, а сразу и снизу, и сверху. Смотрите, какая румяная корочка. Когда я переворачиваю сразу же, да, понимаете, вот так вот даю упасть куску для того, чтобы вся петрушка, лишние специи, все, что здесь у меня есть, упало вниз. Где-то прихватится, схватится за огонь, еще что-то. В общем, пусть она жарится. Она почти готова, кстати. Значит, к грибам, к грибам еще не хватает вот чего. Большой столовой ложки сметаны. Нужно взять густую сметану, зачерпнуть и отправить вот сюда буквально две ложки. Ну, смотрите, хотите, можете и три, и пять. Все должно быть адекватно к количеству грибов. Чтобы не было так, что у вас сметаны в три раза больше, чем грибов. И самое главное, что помните, соус должен быть соусом. Ставлю чуть ближе к курице. И закрываем. Оп. Ну, и не забывайте, чтобы у нас время не простаивало, но нам нужно еще ведь сделать кукурузку. Кукурузку вкусную. Нанизываем кукурузу на шпажку. Только с толстой части. С толстой стороны самого початка. Оставляю небольшой зазор. Кисточка. Наше чесночное масло. Значит, нужно кукурузу обильно смазать чесночным маслом и на гриль. Вот сюда. Курица у нас уже на финальной стадии. А кукурузу нужно обязательно посолить. Грибы перемешать. Потому что они уже стали тем самым, что я от них, в общем-то, и хотел. Ну, пусть стоят, греются. Курице осталось буквально еще 3 минуты. Ой, кукурузка, смотрите, как поджарилась. И что я делаю? Вот сюда вот я перетаскиваю грибной соус. На досточку я закидываю румяную курочку. О! О! Какая красота! Сюда. Сюда. Ну и, конечно же, кукурузка. Так, грибочки со сметаной. Смотрите, получился настоящий соус. Такой русский, вкусный. К нашей бразильской курочке. Я думаю, что нужно сделать так. Сначала я это выкладываю вниз. То есть это и соус, и, по сути, гарнир. Какая вкуснота получается! Великолепно, великолепно! Вот гриль все-таки делает настроение. Прекрасное летнее настроение. Что теперь у нас с курицей? Значит, а курицу не мудрство и лукаво. Прямо самые вкусные кусочки. Вот прям сюда складывайте. Я вообще пообрежу, наверное, самые зажаристые. Самые аппетитные. А все остальные, менее аппетитные, я отдам гостям. А эти съем сам. Вот так. Теперь обязательно кукурузу. А что с ней мучиться? Давайте его так вот кинем. О, с чесночного масла вкусного. Что нам еще не хватает для жизни? Конечно же, кусочка лимона. А давайте мы его засунем вот сюда. Все, до этого достаточно. Смотрите, вкусный, густой соус, и он же гарнир из грибов. Обязательно. Нежнейший аромат на курица в бразильском маринаде. А с кукурузкой смене и делайте, что хотите. Это просто вкусно. Это по-настоящему великолепно. Это из гриля. И, конечно же, приятного аппетита. Друзья, пишите. Попробуй, забыл попробовать. А, пробовать, пробовать точно. Попробовать надо обязательно. Вот это я называю простой вкусной дачной едой. Она просто в 10 раз почему-то вкуснее, чем получается дома. Ее ложка. Грибы. Я даже не буду ничего говорить. Это нереально вкусно. Это нереально. Обязательно повторите этот рецепт. Обязательно. Потому что второго такого рецепта не будет никогда. Я вас уверяю. Потому что будет много других. Ну и, конечно же, пишите, как вы с этими ингредиентами обращаетесь в гриле. Конечно, этот гриль – моя мечта. Я надеюсь, он когда-нибудь останется у меня навечно. Продолжение следует... Безerasия.